Здравствуйте! В эфире программа «День города» и Марина Комиссарова. Мои коллеги расскажут о главных событиях минувших суток. Смотрите в сегодняшнем выпуске. Память о блокаде. В Рязани вспомнили страшные годы блокады Ленинграда. Перед цирком вовсю идут работы. К концу года Лыбецкий бульвар будет не узнать, обещают власти. Затянувшийся ремонт. Когда Куйбышевское шоссе станет пригодным для езды? И другие новости в материалах моих коллег. 74 года назад, 8 сентября, город Ленинград оказался во Вражеском кольце. По традиции, сегодня на Пискаревском кладбище Санкт-Петербурга. В память о подвиге защитников города и непокоренных его жителей прошла церемония возложения цветов и венков к монументу «Мать Родина». Пискаревское кладбище – самое большое в мире кладбище жертв Второй мировой войны. В 186 братских могилах здесь покоится 420 тысяч жителей города, погибших от голода, бомбежек, обстрелов и 70 тысяч воинов-защитников Ленинграда. Страшную дату вспоминают не только в Петербурге, но во всей стране. Во время блокады при защите Ленинграда погибло около 12 тысяч рязанцев. 280 из них похоронено на Пискаревском кладбище. Рязанская область приняла 20 тысяч блокадников и помогла им выжить. Сегодня в Рязани на Скорбящинском кладбище, где похоронены блокадники, прошла церемония возложения цветов и венков к подножию памятника ленинградцам. Ленинград во время Великой Отечественной войны приковал к себе значительные силы гитлеровской армии. Для 1 миллиона 30 тысяч гитлеровских солдат и офицеров окрестности города на Неве стали кладбищем. Около 1 миллиона ленинградцев остались навечно лежать в родном городе. При обороне города и его освобождении погибли около 1 миллиона наших солдат и офицеров. Илья Эренбург, которого во время войны Гитлер лично распорядился поймать и повесить, уже в мирное время писал о Ленинграде. Нет в мире города, который столько жизни отдал ради победы. Его история – история всей Отечественной войны. Если мы вошли в Берлин, то это и потому, что немцы не вошли в Ленинград. И сегодня детям, пережившим холод и голод, ужасы блокады от 70 до 100 лет. Но они помнят и благодарят тех, кто спас их от неминуемой смерти. Ремонт Куйбышевского шоссе не укладывается в обозначенные в начале лета сроки. Обещание завершить ремонт – одно из самых разбитых улиц города городские власти обещали к 1 сентября. Однако сентябрь уже близится к середине, а ремонт у конца и края не видно. Когда шоссе станет полноценно проезжим, расскажет Валерий Седов. Ремонт Куйбышевского шоссе стал одним из самых ожидаемых в городе Рязань. На небольшом участке дороги планировалось провести и ремонт полотна, и замену теплотрассы. Сейчас работы в самом разгаре. На днях состоялось выездное рабочее совещание по вопросам капитального ремонта. Представитель подрядчика рассказал, какие работы выполнены на данный момент. На сегодняшний момент мы подготовили всю протяженность теплотрассы, удалили те деревья, которые мешали ее прохождению. 90% произвели устройство траншеи, с исключением отдельных переездов, которые пока оставлены для технологических проездов предприятия. По его словам, сейчас вовсю идет активная фаза работ по укладке трубопровода. Уже уложено порядка 30% от общего объема работ. Цель все-таки эту теплотрассу, чтобы выполнить ремонт, это дело техники, все-таки нужно ключевой момент сделать теплотрассу, потому что это еще более важный социальный момент. Это очень надежная новая теплотрасса, которая уже десятилетиями будет сама к себе людям служить. Ну и дорога не будет зависеть от состояния теплотрассы. Но ремонт дороги на Куйбышевском шоссе временно доставит неудобства водителям. В целях обеспечения строительства теплотрассы с 20 часов 15 сентября по 6 часов утра 18 сентября будет перекрыто движение автомобильного транспорта по улице Куйбышевское шоссе от перекрестка с улицы Трудовой до дома номер 29 по Куйбышевскому шоссе. Администрация города Рязань предлагает несколько вариантов объезда ремонтируемого участка дороги. При движении по улице Солковского автомобильный транспорт будет направляться на проезд Яблочково, далее по улице Зубково и на восточную окружную дорогу на платный путепровод. С владельцами платного путепровода ведутся переговоры, и мы уверены, абсолютно уже достигнуто понимание, что на этот период он будет бесплатным, движение по нему будет бесплатным. Водителям, которые будут ехать из железнодорожного и московского районов в восточном направлении предлагается двигаться по Михайловскому шоссе, а затем на южную окружную дорогу. Такой путь самый оптимальный, чтобы объехать ремонт на Куйбышевском шоссе. На площади Победы начала проваливаться тротуарная плитка. Соответствующие фотографии опубликованы в группе «Новости Рязани ВКонтакте» в пятницу 8 сентября. На кадрах видно, что вокруг колодца, расположенного напротив монумента Победы, проседает кладка. Ранее на Куйбышевском шоссе провалившийся асфальт попала легковушка. В начале августа ушел под землю асфальт на улице Новаторов, а 15 августа яма в дорожном полотне обнаружили на пересечении улиц Электрозаводской и Урицкого. 24 августа на улице Островского. Российский политик, депутат Государственной Думы пятого созыва с 2007 года, член фракции КПРФ, сегодня встретился с представителями общественности в Рязани. На встрече присутствовала Галина Ершова. Встреча с политиком Юрием Афониным началась с подведения итогов работы Государственной Думы Российской Федерации за первое полугодие и планах на будущее. Новый парламентский сезон начинается уже с понедельника. В разработке находятся более 90 законопроектов. Однако первое обсуждение затронут формирование бюджета 2018 года. Мы можем серьезно примерно на треть увеличить доходную статью бюджета, потому что основные проблемы, которые касаются социальной сферы, это оптимизация учреждений здравоохранения, образования, рост цен, платы за коммунальные услуги, они связаны с тем, что государство не может в доложенной мере профинансировать эти отрасли. Несмотря на проблемы в социальной сфере, внимание планируют уделить и культуре регионов. Так, Рязанская область планирует войти в туристический маршрут Золотого кольца России. Для этого город всерьез должен заняться инфраструктурой и сохранением культурного наследия. Содержание памятников культуры, которые мы, к сожалению, очень много за последнее время утратили, под разными предлогами, дескать, развалился, а на его месте построили элитный дом, или снимают охранные обязательства, совершенно не соизмеряясь с реальной исторической ценностью, целый ряд других вопросов. Поэтому, конечно, надо ремонтировать. С другой стороны, если бы мы отбросили коррупционную составляющую, вот эту систему откатов близких фирм, которые будут что-то делать и ремонтировать, мы за счет выделяемых денег на один памятник могли бы два-три отремонтировать. Юрий Афонин, депутат Государственной Думы, отметил, что у Рязани прекрасные возможности для развития туризма, который поможет городу получить значительную дополнительную статью дохода. Мы считаем, что и мои коллеги в областной и городской думе, и в Государственной думе, как раз вопросы финансирования культуры, вопросы финансирования образования и здравоохранения, они являются ключевыми. Мы эти статьи не только поддерживаем, но считаем, что нужен на порядок большее финансирование. И в том числе за счет трансфертов и финансовой помощи регионам, потому что, к сожалению, несмотря на передачу целого, ну, огромного количества федеральных полномочий на региональные, деньги-то особо не добавляются, а кто страдает в первую очередь? Социальная сфера. Активное внимание планируют уделить сельскому хозяйству и жизни в деревнях, создать условия для работы фермеров. Политик рассказал, что на следующий год планируют увеличить статьи расходов на закупку сельскохозяйственной техники и поддержать банки, выдающие кредиты на развитие сельского хозяйства. Галина Ершова, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Лыбинским бульваром вплотную занялись службы благоустройства. Совсем скоро улицу будет не узнать. Какие именно перемены ожидаются на пространстве перед цирком, расскажет Валерий Седов. Лыбинский бульвар является одним из самых красивых мест в нашем городе. К тому же располагается он почти в центре. Напротив – памятник Евпатию Калаврату и живописный парк, который располагается чуть ниже. В данном случае проводятся работы по благоустройству Лыбинского бульвара как общественной территории в рамках программы «Современная городская среда». Ход работы по благоустройству территории обсудили 7 сентября на плановом выездном совещании. Участники рабочей встречи лично увидели, как проходят работы по благоустройству территории, а также дали ряд рекомендаций заказчику и подрядчику. Например, речь шла о составлении четкого графика поставки материалов для работ, таких как тротуарная плитка. Сейчас на Лыбинском бульваре выполняются подготовительные землянные работы. Всего тротуарной плиткой планируют замостить участок площади более 8 тысяч квадратных метров. Работы по благоустройству будут завершены в этом году. Участники встречи коснулись и такого важного момента, как сквозной проход через Лыбинский бульвар. То, что нужно делать проход сквозной туда, это однозначно. Иначе тут теряется вообще вся концепция. Тут однозначно будет соединение с почтовой. Не с почтовой, а туда. Но вообще концепция так и предусмотрена, и велодорожка отсюда. Уже туда, да, туда это вопрос как бы еще перспективы. Но вот это вот в первую очередь, конечно. То есть, если мы вот это соединим, это вот огромное дело. В этом году будут выполнены геологические изыскания и подготовлена проектно-сметная документация. В том случае, если будет выработано техническое решение, и эксперты подтвердят возможность обустройства тоннеля, то работы начнут уже в следующем году. Ураган Ирма, буйствующий в Карибском бассейне, стал печально знаменит на весь мир. Миллионы жизней, стертые с лица земли острова, оставшиеся без крови те, кто сумел выжить. Под угрозой оказаться в эпицентре мощнейшей стихии находятся знаменитые курорты Куба, Доминикана, берега Флориды. Любят выбирать для отдыха это направление и рязанцы. Больше миллиона человек пострадали от урагана Ирма в странах Карибского бассейна. В зоне риска еще 26 миллионов человек в Доминикане, Гаите и Кубе. Об этом сообщили представители сообществ Красного Креста и Красного Полумесяца. В международных федерациях подчеркивают, что сильнейший ураган за последние двое суток разрушил почти все здания на Барбадосе и оставил без электричества жителей Пуэрто-Рико. Сообщения о разрушениях поступают с британских Виргинских островов Сен-Мартена, Сен-Бартелеми и Сен-Кис и Невис. По данным организации погибли 10 человек. Ураган уже достиг пятой максимальной категории. Его называют самым мощным ураганом в Атлантике как минимум за последние десятилетия. Острова Карибского бассейна любимы туристами, в частности нашими земляками. Куба Мексика, Доминикана – это излюбленное направление наших туристов, в том числе и рязанцев. Во-первых, это прекрасная инфраструктура отелей, экскурсионная программа, хорошие пляжи, ну и такая доступная экзотика для туристов. Несмотря на бушующую стихию, представителям России на настоящий момент ничего не угрожает. По информации от туроператора на сегодняшний день, от официальных представителей компании «Пегаз Туристик», самолеты летают в штатном режиме. Вчера прилетел борт с аэропорта Пунта-Кана, также принимают и отправляют борта аэропорта Пуэрто-Плато, это республика Доминикана. Также сегодня, согласно расписанию, из аэропорта Шереметьево вылетел борт в Вородеро. Все туристы находятся в отелях и никаких доплат никто ни с кого не требует. Если вдруг возникнет ситуация, что будут закрыты аэропорты, мы надеемся, что этого не случится. В любом случае, расходы по пребыванию туристов в стране отдыха туроператоры будут брать на себя. Уже в ближайшее время, утверждают специалисты, Ирма доберется до берегов Флориды. Местные власти готовятся ко встрече, хотя противостоять стихии весьма сложно. Марина Комиссарова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В пятницу, 8 сентября, рязанцы смогут увидеть полярное сияние. Условие для полярного сияния сформировано благодаря мощной вспышке на Солнце. О последствиях такой активности рассказали в обсерватории РГУ имени Сергея Александровича Есенина. Северное или полярное сияние в небе над Рязанью можно будет увидеть вплоть до 15 сентября. 6 сентября была приличная вспышка на Солнце. Таких не наблюдалось уже давно. В итоге в пятницу, субботу и воскресенье, вероятно, будет большая магнитная буря. И в таких условиях полярное сияние возможно в средней полосе, в частности в Рязанской области. Вероятность того, что мы его увидим, достигает 50%. Однако точное время предсказать невозможно. В течение недели после вспышки на Солнце, любой, когда происходит вспышка, вы можете посветить ночь наблюдению за северной частью горизонта. Вот, может быть, вам повезет, вы увидите. Северное сияние можно будет увидеть в случае, если явление не придется на дневное время и если его не закроют облака. В последний раз москвичи видели северное сияние в октябре 2003 года. Рязанцы помнят вспышки, которые посчастливилось узреть около двух лет назад. На территории Рязанской области таких сияний наблюдалось достаточно много. Я вот, начиная с 1974 года, ну, по крайней мере, один раз в 6 лет такие явления могут происходить. Активность Солнца также стала причиной недомогания и головных болей у части населения. По информации, полученной со спутника, который находится в миллионе километров от Земли, и первым ощутил силу солнечного выброса, обстоятельства вообще складываются неблагоприятно для землян. Ранее ученые сообщали, что из-за мощной солнечной вспышки 8 сентября возможен рост количества аварий и ДТП. Кроме того, уже отмечалось ухудшение качества связи в Европе и Америке. С точки зрения высокой опасности, высокой опасности подобных вспышек, для нас я бы не стал так сильно преувеличивать. Действительно, поток частиц, которые образуются при вспышках на Солнце, он достаточно сильный. Солнечный ветер усиливается. Но это совершенно не обязательно, что весь поток будет направлен к Земле. Земля – это очень маленький объект. И чтобы в него попасть, ну, это должно быть в течение каких-то случайностей, обстоятельств. Нам остается ждать, что чудо произойдет, и оказаться в нужный момент подальше от городских огней, чтобы, встретившись с полярным сиянием, рассмотреть его как следует. Марина Комиссарова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». 8 сентября подвели итоги конкурса парикмахерского искусства, который длился целую неделю. В финальном мероприятии приняли участие журналисты нашей телекомпании. В конкурсе «Путь к мастерству» приняли участие начинающие парикмахеры и косметологи с небольшим стажем работы, выпускники колледжей, курсов, центров занятости населения. Конкурс имеет огромное значение для начинающих мастеров. Современные требования к ним высоки, а знакомство с будущими коллегами, даже тем, кто не вошел в призы, наверняка помогло сориентироваться в том, что происходит в мире моды и стиля. Статистика гласит, что ежегодно 60 человек заканчивают курсы парикмахеров в центрах занятости. Это демонстрирует профессия, одна из самых востребованных в сфере услуг. В пятницу 8 сентября начинающие мастера соревновались в шести номинациях, в числе которых прическа для выпускного вечера, свадебный макияж, мужской образ. Работали над ним очень-очень мало, там буквально 2-3 дня. Целью была достижение результата хорошего. Мы не достигли дочь, может, да, и подключилась вечная ступень, а там, ну, конечно, задумка. Ну, чуть-чуть задумка, чуть-чуть, прям, немножко другая была. Подобные мероприятия дают молодым возможность раскрыть свой потенциал. Мастера со стажем всегда с интересом наблюдают за работой молодых коллег. Уровень хороший. Я не могу сказать, что мне там что-то очень понравилось, но все равно то, что они не делают какие-то, обычно делают там, какой-то балик такой, куценький, какие-то кудряшки, лохматенькие. Они, у них уже прически с формой, чувствуется, некоторые, некоторые хорошо работают. В жюри конкурса вошли опытные мастера индустрии красоты, представители Российской ассоциации парикмахерского искусства. Мало того, мэтры в своем деле дали мастер-классы участникам конкурса. Я всегда хочу всем доказать, что делать прическу – это несложно. Главное, правильно, грамотно подойти к ней. И можно быстро, за 10-15 минут ее сделать. Победители в номинациях получили в качестве призов кубки и дипломы, в том числе и от администрации Рязани. Марина Комиссарова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Это все, чем запомнилось 8 сентября рязанцам. Напомню, уже в ближайшее воскресенье 10 сентября состоятся выборы губернатора Рязанской области. За развитием ситуации и всеми обновлениями в течение дня выборов можно будет следить на нашем сайте город62.тв. Я прощаюсь с вами до следующих выпусков. Всего доброго, хороших выходных. Это случилось! Обвал ипотечных ставок! Квартиры за 5,6% годовых! Только в компании «Зеленый сад» совместно со Сбербанком России и Рязанским ипотечным фондом. Всегда хотел свой дом. Так, чтобы недалеко от города, в красивом месте, с живой природой и чистым воздухом. Я нашел его. Построил дом удобный, просторный. Рядом охота, рыбалка, грибы. Друзья ко мне часто приезжают. Есть чем заняться. Говорят, хорошо тут у тебя. А я и сам знаю. Все, что нужно мне и моей семье, все здесь, все рядом. В коттеджном поселке Караси. А где живешь ты? КОНЕЦ 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 Продолжение следует...